В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. В Ненинском округе 29 подтвержденных случаев COVID-19. Очаг распространения новой коронавирусной инфекции зафиксирован на Варандее. Один из заболевших госпитализировал в Ненинскую окружную больницу. Остальные проходят лечение непосредственно на нефтепромысле. До юбилея Великой Победы осталось несколько дней. В преддверии большого праздника телеканал Север рассказывает о героях-земляках. Сегодня в нашем эфире истории о пулеметчике Василии Кислякове и гвардии майоре Константине в Кулиэктове. Долой автохлам. Муниципальный контроль ищет собственников разокомплектованных транспортных средств, брошенных во дворах Наринмара. Забытые и разбитые машины находятся в разных городах. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. И начнем выпуск с актуальной информации об эпидемиологической обстановке. За последние сутки в регионах России выявлено более 6 тысяч случаев заболевания COVID-19. Таким образом увеличилось общее количество заболевших. Оно перевалило за 87 тысяч. За все время пандемии от коронавируса скончались порядка 800 человек. Только за последние сутки 50. Резкий скачок заболеваемости новой коронавирусной инфекцией зафиксирован в Ненецком округе. По состоянию на 17 часов 27 апреля диагноз COVID-19 поставлен 29 гражданам. Все они работники нефтяной отрасли. Трудились на Варандее. Тему продолжит моя коллега Алина Баучейская. Сигнал о том, что на Варандее ждет помощи пациент с пневмонией, поступил в Ненецкую окружную больницу 23 апреля. На нефтепромысел вылетел борт санитарной авиации. На месте, когда вылетели медики, они приняли решение об эвакуации трех сотрудников. Эти сотрудники были разных компаний, в том числе и ДПП Волково и сервисных компаний. Да, конечно, мы понимаем, что в каких условиях мы сейчас живем и работаем. Были приняты все меры и медицинские работники находились в средствах индивидуальной защиты и в противочемных костюмах, и в респираторах. Пилоты также были в средствах индивидуальной защиты и находились в кабине, не выходя оттуда до санобработки вертолетов. Нулевой заболевший COVID-19 на Варандее сотрудник подрядной транспортной организации. Главный вопрос – как он мог оказаться на нефтепромысле? Ведь уже в марте недропользователи продлили вахты сотрудников до мая. Как выяснилось, больной коронавирусом прибыл на Варандей 1 апреля из республики Коми. Сегодня много возникает вопросов, почему это там произошло. Хотелось бы обратить внимание, что с нефтяными компаниями предварительно велась серьезная работа по переносу перевахтовки. Хотелось бы отметить, что непосредственно сами нефтяные компании к этому просто отнеслись серьезно и перевахтовку переносили с марта месяца. И подтверждают, что готовы сейчас перенести ее на июнь. Вопрос возник, то, что произошло именно на УПН Варандей, это когда изменилась подрядная организация, которая тоже нефтянула компанию, речь идет о транспортной компании. У них закончился контракт, и заехал новый подрядчик. И вот возник этот вопрос именно в связи с этим. Так что я бы хотел обратить внимание, что меры принимаются, в принципе, и все переносят перевахтовку. Сейчас Минтрудом подготовлено постановление правительства, проект, который предусматривает два мероприятия. Это карантинные мероприятия, обсерваторы двухнедельные с тестированием до перевахтовки, и возможность продления перевахтовки с продлением, чтобы это не было противоречить трудовому кодексу на шесть месяцев. По информации представителя окружного управления Роспотребнадзора, тест-пробы на наличие вируса были взяты у 72-х человек. Это так называемые контактные лица первого круга, то есть те, кто непосредственно общался с госпитализированным в Ненецкую окружную больницу пациентом. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек. Сейчас они проходят амбулаторное лечение непосредственно на Варандее. Для этих целей расконсервированы два общежития. Одно используется в качестве обсерватора, второе – как лечебный корпус для размещения больных. Третье – общежитие – так называемая чистая зона. Нефтяной объект полностью закрыт на въезд и выезд, выставлен блокпост охраны. Мы предписанием полностью закрыли территорию поселка Варандее для выезда и въезда. То есть на данный момент все передвижения на территорию поселка Варандее, они запрещены как для других каких-то лиц, так и для лиц из соседних месторождений. Ограничительные мероприятия по передвижению наложены не только на поселок Варандее, но и на Тобойское месторождение, на Мицейское месторождение, на Месторождение Перевозное, на Месторождение Мицей-1 и Мицей-2. Кроме того, главным государственным санитарным врачом по Ненинскому округу руководству всех присутствующих на Варандее организации выданы предписания и даны рекомендации по принятию мер профилактики и организации мероприятий по дезинфекции помещений. Алина Волчейская, Леонид Шишилов и Антон Водряков, Телеканал «Север». Нарушение режима самоизоляции влечет за собой реальный административный штраф. В этом уже убедились некоторые горожане, нарушившие предписание сидеть дома. Мировыми судьями Ненинского округа рассмотрены материалы об административных правонарушениях в отношении ряда жителей города Наринмара за нарушение предписаний Роспотребнадзора по Ненинскому округу. Оштрафованные должны были находиться на самоизоляции в своих квартирах в течение 14 дней. Однако не все самоизолированные наринмарцы оказались законопослушными. Все нарушения были зафиксированы органами правопорядка 25 марта. Так один гражданин нарушил установленный режим изоляции, выехав на своей машине, как он пояснил, с целью ремонта системы отопления. Нарушила запрет также супружеская пара, покинув место жительства ради пешей прогулки до гаража. Еще один гражданин, находясь на карантине, посетил церковь. В постановлении мировых судей Ненинского округа все указанные граждане признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. И на них наложен административный штраф. Напомню, нарушение установленного режима карантина влечет за собой ответственность в размере от 15 до 40 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц от 150 тысяч рублей, юридических до 500 тысяч рублей. Если же данные действия повлекли за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, наказание будет еще строже – до 1 миллиона рублей. Более 28 тысяч рублей – сумма штрафов, наложенных городской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав за первый квартал этого года. Большая часть материалов об административных правонарушениях – 64. По 60 протоколам принято решение о назначении административного наказания. Из них в отношении родителей – 55, несовершеннолетних – 5. Так установлено снижение числа правонарушений среди несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения или употребляющих алкогольную продукцию в возрасте до 16 лет и старше. В то же время наблюдается рост правонарушений среди родителей, которое ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. Основные причины привлечения взрослых к административной ответственности – алкоголизм, пропуски уроков без уважительной причины их детьми, а также нарушение запрета по нахождению детей в ночное время без сопровождения родителей. По состоянию на 1 апреля в социально опасном положении находятся 13 несовершеннолетних и 17 семей, в которых воспитываются 46 детей. С ними проводится комплексная индивидуальная профилактическая работа. За первые три месяца этого года комиссия признала находящимися в социально опасном положении трех подростков и две семьи, в которых воспитываются четверо детей. Отметили и вышедших из этого положения – это два подростка и три семьи, в которых воспитываются семь детей. До юбилея Великой Победы 9 мая осталось несколько дней. В преддверии большого праздника телеканал «Север» рассказывает о героях-земляках. Наш следующий материал посвящен сразу двум участникам Великой Отечественной войны – пулеметчику Василию Кислякову и гвардии майору Константину Полиэктову. Чем они отличились в боях и почему один из них получил прозвище «царь» – выяснила Любовь Пермякова. В 1942 году последние письма были получены, а дома его ждала жена и маленькая дочь. Маленькая дочка и жена, к сожалению, его не дождутся. Впрочем, как тысячи других жен и дочерей по всей стране. Дмитрий Кожин рассказывает нам о своем прадедушке – участнике Великой Отечественной войны Василии Яковлевича Кислякове. По словам правнука, о герое мало что известно. Он родился в 1898-м в деревне Макарова, тогда еще Ненецкого национального округа, и был призван на фронт в 1941 году. Пронзительный взгляд, волевые черты лица и харизма. Так выглядел наш герой Василий Кисляков. По словам земляков, он обладал богатырской силой, и даже прозвище в деревне было у него «Васька-царь». Поэтому, наверное, и на войне сразу нашли для него должность подстать. Он был пулеметчиком. Богатырское здоровье позволяло Василию Яковлевичу без труда справляться с тяжелым пулеметом. Да и сноровка в стрельбе у деревенского охотника была отличная. Значение пулеметов для пехоты во время Великой Отечественной войны трудно переоценить. Даже один вовремя вступивший в бой пулемет мог остановить вражескую атаку или заставить наших бойцов залечь на поле перед внезапно отжившим дзотом. В наставлениях того времени писали «Станковый пулемет в открытом бою недоступен для пехоты противника. Пока есть патроны, и жив хотя бы один пулеметчик». Сколько таких огневых приветов передал Василий Кисляков немецким врагам, неизвестно. Известно только то, что наш земляк принимал участие в обороне Ленинграда. 10 июля 1941 года началась оборона города Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга. Она завершилась 9 августа 1944 года и стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. Для руководства Германии захват Ленинграда имел важное военно-политическое значение. Северная столица являлась одним из крупнейших политических, стратегических и экономических центров Советского Союза. Потеря города означала изоляцию с северных районов СССР, лишение Балтийского флота возможностей базирования в Балтийском море. Где погиб Василий Яковлевич неизвестно. Сейчас правнук Дмитрий активно собирает информацию о нем. Впрочем, как и о другом родном герое, дедушке Константине Полектове. Есть достоверные данные. Есть только о одной награде. Это орден Красной Звезды. Нашел я и наградной лист, и приказ. Очень гордился он гвардейским значком. Дед был не просто майор, а гвардии майор. Гвардии майор Константин Полектов прошел всю войну от начала и до конца. И дошел до Берлина. Когда началась война, он был направлен на курсы офицеров-артиллеристов. Получив звание лейтенанта, отправился на фронт. Дважды попадал в госпиталь с обширными ранениями. Три раза был контужен. Самым страшным из всех документов Великой Отечественной войны – похоронка. Официально она называлась «извещение по форме номер 4». Что такое форма номер 4, предпочитали не говорить вслух. Извещение о смерти военнослужащего приходило едва ли не каждой советской семье. В первые дни войны похоронки были в форме фронтовых почтовых треугольников на обычных, вырванных из тетради листочков. Поэтому от обычного солдатского письма его было очень трудно отличить. Именно такое письмо, причем дважды получала и мама Константина Ивановича Полектова. Даже страшно представить, что испытывал человек, переживший смерть своего сына дважды. Но назло всем смертям и несмотря на тяжелейшие ранения, он останется жив. Гвардии майор из Германии на родину вернется в 1948 году. И даже несколько лет после капитуляции будет занимать должность коменданта небольшого города. Умер Константин Иванович в 1976 году от последствий полученных ран во время Великой Отечественной войны. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Хозяева автохлама отзовитесь. Муниципальный контроль ищет собственников разокомплектованных транспортных средств, брошенных во дворах Наринмара. Забытые и разбитые машины находятся в разных районах города. Их выявляют в ходе регулярных рейдов по улицам окружной столицы. Переулок Малый Качгард 8, улица Строительная 9Б, Рыбников 6Б и другие. Всего на сегодняшний день сотрудниками муниципального контроля выявлено 10 адресов. По которым грустят без хозяев брошенные разбитые машины. Их выявляют во время регулярных рейдов, иногда по обращениям соседей. Они сейчас недавно посащили их откуда-то. Мы как бы тоже немножко удивлены, но они вроде сказали, что они их будут ремонтировать. Наконец-то сказали, что уберут и все, просто на время поставили, гараж занят. Он в рабочем состоянии, в нем как бы домик передвижной. И он уже как пять лет тут стоит. А то есть он периодически уезжает? Да. Он не брошенный? Нет. Нет, он не брошенный. Согласно правилам благоустройства города Нарьинмара, размещение на придомовых и дворовых территориях автохлама запрещено. Фиксируем транспортные средства как с госзнаками, так и без госзнаков. Конечно, работа наша усложняется, если транспортное средство находится без госзнака. Значит, такое средство мы, согласно нашему положению, мы признаем безхозяинами и передаем, оно переходит в собственность администрации города. Если транспортное средство обозначено госзнаками, на помощь муниципальному контролю приходит ГИБДД. Благодаря такому сотрудничеству удается установить владельцев разукомплектованных машин. Если мы выявляем собственника, в его адрес выдается предписание со сроками исполнения. Если же собственник не исполняет данное предписание, то пакет документов направляется в суд, где выносится постановление о привлечении к административной ответственности. Информацию о розыске брошенных во дворах автомобилях размещается в административном бюллетене. Как отмечают сотрудники муниципального контроля, собственников транспортных средств чаще всего удается найти. Если владельцы данных транспортных средств не объявятся, то эти автомобили становятся собственностью муниципалитета. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Подходит к концу апреля. Это значит, что летняя форумная кампания все ближе. Для представителей активной молодежи наступило самое подходящее время, чтобы определиться с выбором и успеть подать заявку на образовательные форумы. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. Молодежные образовательные форумы – это возможность получить новые знания от известных деятелей в разных сферах, найти единомышленников из всех уголков страны, а также получить финансовую поддержку на свой проект. Однако из года в год специалисты регионального центра молодежной политики сталкиваются с тем, что желающих не так много. В прошлом году было очень много новых людей. В этом году хотелось бы сохранить эту тенденцию, потому что люди, ну, их просто нужно отправлять, хотя бы, чтобы они это прочувствовали. Естественно, выхлоп не такой большой, как хочется. То есть проект в прошлом году победило вроде бы всего три человека. Это из 50 человек, которые вообще ездили. Ну, хотелось бы, чтобы было больше. Ну и плюс, когда есть конкуренция, это уже интереснее. Мы не должны искать людей, вытаскивать и говорить, ну, поехали, ну, пожалуйста. Люди должны к нам приходить и говорить, блин, я хочу поехать. Татьяна, подбери мне, пожалуйста, форум. Я вот люблю вот это, вот это, вот это. Я ему выкатываю список из 13 форумов и говорю, слушай, давай вот ты попробуешь сюда, сюда и сюда. На данный момент время проведения форумов остается прежним. Но в случае, если ситуация с пандемией коронавируса не стабилизируется, организаторы будут переносить сроки. Заранее, то есть уже участники набираются. И когда, как только откроется, как только станет безопасно, мы уже можем туда ехать. То есть никто ни в период коронавируса, естественно, отправлять никого не станет. Также и по форумной компании РДШ, то есть, ну, для детей от 8 до 17 лет, уже проходят конкурсы. То есть это на территорию, их маленькая территория смыслов ТС самоуправления, у них уже прошел конкурс. И уже на большой школьный пикник проходят, и на другие. То есть там недостаток участников, потому что, ну, мне кажется, люди просто боятся отправлять своих детей. Хотя, еще раз повторяю, никто никого не отправит, если будет коронавирус. Хоть какая-либо, особенно в случае с детьми, никто никого не отправит. Подать заявку может каждый желающий в возрасте от 18 до 30 лет на сайте АИС «Молодежь России». Исключением является форум «Таврида». Там верхняя граница – 35 лет, а заявка оформляется непосредственно на сайте форума. Всю информацию по квотам для каждого направления можно найти в официальной группе «Молодежь Ненецкого округа», в социальной сети ВКонтакте или обратившись напрямую к специалистам Центра молодежной политики. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.